Приветствую вас! Вы знаете, ну вот я прочитал ваш вопрос Значит, вы спрашиваете, как правильно поступить в данной ситуации? Значит, просите посоветовать, но посоветовать вам я, к сожалению, не могу Потому что психологи не советуют Психологи дают рекомендации только И если вы хотите, можно будет более подробно с вами поговорить Вот, и более подробно, как-то с вами ситуация разобрят Тогда можно будет давать вам рекомендации Пока что Пока что Я вам только напишу, ну вот знаете, общее видение того, что у вас происходит Вот вы начали встречаться с девочкой Значит, влюбились в нее очень сильно Пишите вы Ну, здесь сразу всплывает вопрос о том, значит, первая ли это у вас девочка или нет Если первая, то это одно, если вторая, то это все-таки немножечко другое уже Вот То есть, вот какое значение для вас имеет эта девочка именно для вас лично? Да, то есть, вот кто она именно лично для вас? Вот так, так скажем Так сформулируем вопрос Ну, влюбились в нее сильно, это понятно Хотя, сильно влюбиться, это, в принципе, может означать, что у вас к ней может быть страсть И если это страсть, то сейчас она проходит И вы как раз-таки чувствуете, что это не очень-то и ваш человек Но то противоречие, которое у вас есть, оно мешает просто принять решение Значит, вы пишите, что первые полгода все было хорошо А потом она начала меня пилить по любому поводу Ну, вы тоже, знаете, довольно такой, я бы сказал, непонятный момент То есть, полгода у вас все было в порядке А потом вдруг, внезапно, она начала вас пилить Может быть, она всегда вам что-то говорила Просто спустя полгода вы, условно говоря, обратили на это внимание Только лишь спустя полгода вы обратили на это внимание И именно только спустя полгода вы увидели в ней вот эти качества, которых мы видели раньше То есть, здесь момент, знаете, тоже такой довольно неоднозначный Вы говорите, что, как бы, спустя полгода она начала вас пилить Но как проявлялось это? Как проявлялось то, что она вас, допустим, пилила именно тогда? Какой, грубо говоря, был, ну, скажем, первый случай Вот того, что она вас пилила Как этот первый случай себя проявил, да? Как он выглядел и так далее, и так далее, и так далее То есть, вот это, это тоже желательно бы определить Это тоже желательно бы как-то разобрать с вами Потому что это очень важно Вот Далее вы пишете о том, что, значит, все ей не нравилось Что не так во мне Оказалось, что у нее такой характер И что я даже с отцом так разговариваю Ну, во-первых, здесь, конечно, важен такой момент Значит, вы пишете Оказалось, что у нее такой характер Что значит оказалось? Это вы решили, что у нее такой характер Или вы, откуда вы знаете, что она с отцом так разговаривает А вы только лишь через полгода познакомились с ее родителями Не началось ли ее отношение такое именно после того, как вы познакомились с ее родителями И так далее То есть, эти все моменты, нюансы ее, ну, ее отношения к вам Эти все нюансы ее поведения по отношению к вам Они, все эти нюансы, вообще говоря, очень важны Потому что они Они Определяют то Значит Они определяют то, как Девушка вас воспринимает И насколько Соответствует вашим интересам То, как она вас воспринимает Если она разговаривает с отцом Определенным образом То определенно он ей это позволяет Ответ, с кем я имею ввиду И Безусловно, что у нее такой характер Безусловно, что она привыкла, что Все по ее То есть, исключительно по ее желанию Это не хорошо и не плохо Это факт Это реальность И вам нужно выработать свое отношение к этой реальности Либо вы принимаете ее, либо нет Не раз Возникали ситуации, когда она говорила, что хочет расстаться А я, как дурак, бегал, просил прощения Не зная, за что, лишь бы быть с ней Потому что, как я думал, это любовь И я не могу жить без нее Здесь у вас наблюдаются элементы зависимости То есть, простить прощения у женщин Даже не зная за что Это, в принципе, нормальное поведение само по себе Но Что не нормально Ненормальное То, что вы Бегали за ней И считали, что не можете Без нее жить Вот это То, что Ну, то, что вы, по сути дела Неправильно Делали в этой ситуации Это то, что вы, по сути дела Неверно Делали Почему вы считаете, что не можете без нее жить? Как вы Называете это любовью? Как вы Как и почему Вы называете это любовью? Если Если В этой любви По сути дела Нет Принятие вас Да То есть Имеется ввиду Вы Ее Принимаете Такой Какая она есть А она вас Соответственно Не принимает И Что же это За Любовь Такая И почему Вы Почему Вы Пожалуй Это вот Тоже Одно из самых Главных Вопросов Вам Почему Вы Считали, что не можете Без нее жить? Откуда Такое Чрезмерное Значение Девочки Для Вас С чем Оно Это Чрезмерное Значение Для вас Девочки Связано Постарайтесь Тоже На этот вопрос Ответить Постарайтесь Тоже На Этот Вопрос Самостоятельно Подумать Это Очень Важный Момент Это Очень Важный Важный Элемент Вашего Позиционирования Себя Важный Элемент Позиционирования Себя Как мужчины И как Субъекта Отношений Дальше Пока не Произошла Ситуация Я Всюжи Занимался Спортом Значит У вас Не получалось Знаным Видом И вам Прогласили Перейти В легкую Атлетику Вы Начали Показывать Неплохие Результаты После двух Месяцев Выполнили КМС Вы Молодец В общем Был Счастлив Значит Что попробовал Моя девушка Пилила Меня Что-то Все ерунда Надо устраивать Сидно Не бегать Значит Так Вы Пишите Что Хотя Я работаю И после Работы Еще Хочу На тренировке Все это Тесело Вместо Поддержки Меня Пилят Ну Что вам Можно Здесь Сказать Я думаю Что Вы Так Вот Знаете Наверное Скорее всего Случайно Случайно Вы Сейчас Назвали Причину Которой Вам нужна Эта девочка И Причина Эта Заключается Как Это Не Продакциальная Поддержка То есть Вам Нужна Ее Поддержка Вы Вы Говорите Что Вот Мне Тяжело Там Подниматься Спортом Еще И Работать И так далее Но Простите Простите Вы Это Делаете Для Чего Вы Это Делаете Для Чего И Почему Почему Вы Это Делаете Вы Это Скорее Случается Ну Знаете Помимо Их Воли Помимо Их Желания Поддержка Может Нужна Быть Когда Человек Болеет Когда Человеку Плохо Когда Человек Как-то Ну Понимает О чем Иде Причина Сейчас А Вы Делаете То Что Вам Нравится Вы Снимаетесь Спортом Который Вам Нравится Вы Работаете Потому Что Почему Вы Работаете Вот И Зачем Вам Нужна Поддержка Для Чего Она Вам Это Очень Важный Вопрос Дело В том Что Если Вот Ну Человек Человек Если Человек Меда Поддержка То Он Вот Получается Что Он Как Без Этой Поддержки Да Без Ну Без Каких-то Действий Со стороны Другого Человека Он Не Может А Значит Он От Него Становится Зависим И Вот Вы Вы К сожалению По По Моему Мнению Вот Как Я Это Вижу Вы Зависимы От Ну Вот От Своей Девочки По Крайней Мере Были И Она Вас Пилит Да Она Говорит Вам Что Вы Должны Заниматься Чем-то Там Другим Чем-то Там Своим Вы Должны Делать Что-то Там Серьезное Да По Мнению Девочки Это Одно Вы Поймите Ее Право Так Что Ее Своё Видение Ситуации И Того Как Должна Быть Устроена Жизнь Ну Жизнь Например Ее В частности И Жизнь Допустим Ее Молодым Человеком А у Вас Своё Видение И Это Ваше Видение Его Ни в коем Случае Нельзя Игнорировать Понимаете Это Ваше Видение Его Нельзя Игнорировать Оно Возно Оно Ценно Оно Имеет Право На Жизнь Но То Что Вы Делаете Неверно Это Только То Что Вы По сути Нужнаетесь В поддержке Еще раз Повторю Вот Поддержка Поддержку Вам Оказывать Давать Да Девочка Не должна И Вот Чем Быстрее Вы это Поймете Чем Быстрее Вы поймете Почему Так Получилось Что Вам Нужна Поддержка Вообще Да Ну Как так Вышло И так далее И так далее И так далее А Как Вы Раньше Например Жили Без Девушки Да И Вам Наверное Ну Наверное Как я понял Тогда Поддержка Была Не особо Не особо Нужна Если Я правильно Понимаю То То есть Вот Это Вам Нужно Для себя Понять Понять Что Вы По своей Сынке Человек Ну Все таки Свободный Независимый И Взрослый И Будучи Свободным Независимым И Взрослым Все же Нельзя Так Нужна В чем То От Человека Получается Не любовь А Какая-то Нужда В поддержке Вот Ну Может быть Вы Конечно Может быть Вы Это Так Написали Но Получается Вот Именно Такая Картина От ситуации Дальше Значит Я познакомился Там С другой Девушкой Спортсмеркой Спортсмеркой Малой же Меня На два Года С каждым Днем Наши Общение Драцать Мечто Больше Нас Общие Интересы Связаны Не только Со Спортом Вот К моей Нынешней Девушке Меня не Тянет Не хочу Быть С ней И Сказать Не могу Этого Ну Вот Вы Не можете Сказать Ей Того Что Вы Не хотите Быть С ней На первый Взгляд На первый Взгляд Сказалось Ну Что Такого На первый Взгляд Боитесь Не хотите Ее Как-то Обидеть Да Не хотите Как-то Может быть Ее Унизить Там И так Далее И так Далее И так Далее Но Вы знаете Исходя из Того Что Мы С вами Мы С вами Вот Разобрали Я думаю Что Можно Сделать Вывод Немножечко Другой Если Честно И Этот Немножечко Другой Вывод Он Касается Знаете Того Что А не потому Ли Вы Не можете Сказать Своей Нынешней Девушке О том О том Что Вы Не хотите Больше Быть С ней Потому Что Боитесь Потерять Для себя Поддержку Немножечко Не потому Не потому Не можете Сказать 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 Своей Девушке Вы Не хотите Быть С ней Что Боитесь Остаться Один И Быть Один Вы не хотите Не можете Вам это страшно И так далее Сейчас Вот Попробуйте Для Себя Вот На Эти Вопрос На Эту Ну Как бы На Эту Тему Подумать Потому Что Вообще Так Говоря Это Довольно Важный Момент Это Очень Важный Момент И если честно Момент Того Что Вам Мешает Сказать Своей Девушке Правда Ведь Если Вы Любите То Наверняка Вы Как Ну Как-то Понимаете Вы Понимаете Наверное Как-то Что Вы Ее По сути Дело Даже Не обманываете А вы Просто Лишаете Ее Как бы Надежды Лишаете Ее Возможности На Отношения На отношения Вообще То есть Вы по сути Стратите Ее время Сейчас Вот Вы Сами Вы Сами Вступили Можно сказать Уже Почти Вступили В отношения В отношения Другой Девочке В этом Нет Ничего Плохого Вы Поймите В этом Абсолютно Ничего Плохого Нет В том Что Вы Вступили В отношения Другой Девочкой Это Совершенно Нормально Но Другая Эта Девочка Которая У вас Есть Нынешняя Она 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 Тоже Хочет Там Ну Как То Жить Она Тоже Хочет Что То Делать Она Тоже На Что Рассчитывает Как бы Там Ни Было Она Что Рассчитывает Все равно Так Так Вот Вы Постарайтесь Вот Этот Момент Для Себя Понять Что Человек Ну Вот Ваша Нынешняя Девочка Какой Бы Плохой Она Не Была Она Все равно На Что Надеется На Что Прочит Она Чего То Хочет И Когда Вы Если Мы Говорим О Вашем Отношении Не Можете Не Сказать Что Вы По Сути Дела Еще Раз Повторю Тратите Ее Время Впустую Потому Что У Вас Отношения Другие Уже Начались А У Нее Нет Она Попредел С Вами Несмотря На Твой Характер Она Ни С Кем Не Встречается Пока Вроде Бы Помимо Вас Вот Это То Что Я Хотел Вам Сказать По Поводу Того Что Вы Ну Именно Вот Начали Встречаться С другой Ну По сути Общаться С другой Начали И У вас Взаимная Встреча Теперь Дальше Если Вы Вот Действительно Считаете Что Вот Эта Девушка Ну О Которой Вы Говорите О Которой Вы Рассказываете Если Вы Действительно Считаете Что Эта Девушка Ваша Если Вы Действительно Считаете Что Та С Которой Вы Сейчас В отношениях Она Действительно Вам Подходит То Вам В любом Случае Нужно Какое-то Время Для Того Чтобы Вам В любом Случае Нужно Какое-то Время Для того Чтобы Понять Для себя А так Ли Так ли Вам Эта Девушка Нужна Не Реализуете Ли Вы С ней То Что По сути Дело Не Можете Реализовать Со Своей Нынешней Настоящей То Есть Не Используете Ли Вы Опять Свою Новую Девушку Для Своих Каких-то Потребностей То Есть Ваша Настоящая Девушка Ваша Девушка С которой Вы Находитесь Вот В отношениях На данный Момент Она Это Вам Дает Но Не Полностью Не Все И вот То Чего Вам Не Хватает Вы Пытаетесь Получить От Другой Но Согласитесь Это Неправильно Поэтому Если Вы Хотите Построить Обношения Все Таки Ну Знаете Все Таки Такие Здоровые Вы Хотите Построить Отношения Все Таки Отличные От тех Что у Вас Есть Сейчас Что вам Нужно Для начала Определить Как Вы Воспринимаете Свою Настоящую Девочку Как Как Вы Ее Видите А Потом Исходя Из Этого Решите Для себя Если У вас Будешь С ней Можете Ли Вы Представить Себя С ней Если Она Например Не Поменяется Если Она Например Мне Станет Другой Она Скорее Всего Другой Не Стан Потому Что Она Такая Уже Вот Какая Она И Исходя Из Этого Вам Нужно Завершить Сперва Отношения Со Своей Настоящей Девушкой Со Своей Нынешней Девушкой Вам Нужно Завершить С ней Отношения Именно ЗА ВЕР ШИТ С ней Отношения То есть Прийти К Какому Решению По Поводу НИС И Тогда Уже Уже Когда Вы Это Сделаете Когда И Если Вы Это Сделаете Можно Будет Говорить О Чем То Дальнейшем Для Вас Может Вы Все Так Будете Общаться С С Своей Новой Девочкой У У У Это Получится А Может Нет Вы Этого Не Знаю Мы Не Можем Этого Знать Но Я Однозначно Совершенно Хочу Сказать Что Пока Вы По Сути Дело Действуете На Два Фронта Вы Так И Будете Метаться Потому Что Ну Это Очевидно Что Если Вы На Два Фронта Метитесь То Соответственно Здесь Других Вариантов Попросту Быть Не Можем Вы Говорите Что У У У Есть Чувство Вины Чувство Вины Перед Кем За Что Если Вы Испытываете Чувство Вины Просто Ну То То Сами По Себе Испытываете Чувство Вины Да То Момент Здесь Такой Что Возможно Ваше Воспитание Ваши Духовные Духовные Ценности Организованы Так Что Для вас Поведение Ясно Неприемлемо Тогда Надо Пересмотреть Именно Ваши Ценности Если Чувство Вины Является Приобретенным То Есть Изначально Не Вашим Тогда Будет Работать Над Его Природой Над Природой Этого Чувства Вины Откуда Оно Появилось И Вследствие Чего Но В любом Случае Вы Ни в чем В этой Ситуации Не Виноваты В любом Случае Вы Совершенно Спокойно И Совершенно Естественно Себя Ведете Как Человек Которого Не Удовлетворяет Девушка Не Дает Ему То Что Ему Нужно И Соответственно Вы Ищите Это На Стороне То То есть Не Очень Понятно За что Именно Вы Чувствуете Вину Тем более Что Девушка Не Оценивает Того Что Вы Делаете Не Оценивает Того Чем Вы Занимаетесь И Не Считает Это Чем То Важным И Так Далее И Так Далее И Это Тоже Очень Важный Момент Ведь Человек Как Ни Как Разделяет Ваши Взгляды Если Вы Занимаетесь Особенно Чем То Любим И Здесь Совершенно Не Ясно Что Ваша Вот Именно Чувствование Откуда Оно У вас Далее Вы Говорите Про Тревогу Вы Говорите Про Тревогу А Тревога Это Связано С тем Что Вам Нужно Принимать Решение Какое Причем Решение Надо Сказать Не Приятное Да То То Решение У Которого Будут Недовольны И Вы Может Быть Либо Чего Боитесь И Тогда Будет Работать С тем Чего Вы Боитесь И Почему Откуда Ваш Страх Идет Он Скорее Всего Появился У вас Не Сейчас А Какое Это Время Назад Либо Если Вы Просто Не Знаете Как Правильно Либо Если Вы Просто Не Знаете Как Например Нужно Как Верно И так Далее То Я Вам В Этой Ситуации Рекомендую Ориентироваться На Себя То Есть Вам Нужно Ориентироваться На То Что Вы Хотите Потому Что Жизнь Она Все Таки Ваша Это Ничья Жизнь Это Не Жизнь Девушки Это Именно Ваша Жизнь И Вы Только Вы Ее Живете И Нужно Прожить Ее Максимально Хорошо Максимально Комфортно Максимально Приятно Так Как Это Вы Хотите Именно Вы Понимаете Именно Вы Не Кто То Другой А Именно Вы И Поэтому Если Вы Не Знаете Как Поступить То Нужно Просто Доверять Своим Ну Доверять Своим Эмоциям Своим Переживаниям Своим Желанием И Если Вы Этого Не Делаете Если Вы Этого Не Делаете Стоит Понять Тогда И Понять И Определить А Что Мешает Вам Доверять Своим Эмоциям Своим Переживаниям Понимаете Поэтому Если Говорить О том Как Вам Поступить То Нужно В Первую Очередь Определиться С тем Что Вы Хотите Что Вы Хотите Для Себя В Первую Толочередь Что Вы Хотите Для Себя Вот Это Является Самым Важным Что Вы Хотите Для Себя И Даже Когда Речь Идет О Ну Об этом О том Что Вы Хотите Для Себя Можно Говорить О Таком Аспекте Как Аспект Связанный С тем Что Вам Мешает Поступить Так Как Вы Хотите Что Вам Не Позволяет Поступить Так Как Вы Хотите И Вот Если Вы Смотрите Этот Момент Для Себя Понять Что Вам Мешает Так Как Вы Хотите Вы Смотрите Его Убряться Ну Просто Лейтерализовать Для Себя Да Чтобы Он Вам Не Мешал Чтобы Вы Были Свободны В Своем Выборе И Будучи Свободны В Своем Выборе Вы Бы Смогли Поступить Только Таким Образом Как Вы Считаете Для себя Наиболее Верным Наиболее Правильным Наиболее Наиболее Адекватным Потому Что В Этой Ситуации В Этой Ситуации Взглядов На самом Деле Может Быть Очень Много В Этой Ситуации Взглядов Может Быть Много Очень Много Может Быть В Этой Ситуации Но Решение Решение По Ним Принимать Все же Вам И только Вам Решать Как Поступать В Данной Ситуации И Когда Вы Можете Определить Для себя Чего Вы Хотите Опять же Для себя Мы Вам Сможем Помочь Действовать Так Как Вы Хотите Для Себя Но Пока Мы Не знаем Что Хотите Мы Не Сможем Вам Ничего Рекомендовать Потому Что Ну Видите Как Например Кто-то Скажет Что У вас Правильный Будет Остаться В отношениях С той Девочкой Кабыровой Уже Два Года И То-то Она Вас Пилит На Твоих Причин И так Далее И так Далее Кто-то Может Сказать Что Вам Наоборот Действовать Своих Своих Интересах И По Сути Дело Только Лично Ориентироваться На Себя Это Правильно Но Это Не Всегда Отно Человек Бросит Девочку Я Милю Нынче Поэтому Подумайте Как Следует Обо Всем Ком Что Я Сказал И Либо Примите Решение Сами Либо Собственно Говоря Обратите Психологу Для Более Приватного Разбора Вашей Проблемы И Мы Вам Тогда Помоем На Это Все С Наступающим Вас Праздником Значит Если Остались Вопросы Пишите В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи